Начались, начался уже драфт и команда 6000 км против Соло Ла Виктория, Соло Ла Виктория встречаются между собой в финале фасткапа и соответственно в общем-то первый бан был от SLV таймера. Это был бан Ликана, это был бан Ликана, ну как бы International проходит, все прекрасно там, есть какие-то интересные может быть пики от профессиональных команд, поэтому можно что-то подсмотреть, можно какую-то стратегию для себя выбрать и ее реализовать. Но с другой стороны, иногда профессиональные команды тоже лажают, вот мы вчера видели это от Империи в матче против Маузов, когда они вроде бы все хорошо пикнули, все вроде бы хорошо играли, но потом как-то, как-то что-то пошло не так. И панда с инвокером, и separation, вот такие, ну сразу же уже там все забанили, Сибирячок Витя готовился к игре, знал что банить, поэтому немного времени у него ушло на то, чтобы панду и аппарата исключить из списка героев. Ну и вот выбрали Дума, таймер первым пиком, пиком забрал себе Дума, окей, ну смотрим, чем Сибирячок отвечает, можно тоже какого-нибудь потного такого товарища в ответ забрать, типа вот у вас Дума, а у нас такой же, такой же большой, такой же крутой, такой же страшный и полезный герой. Ну и может быть, тем более сейчас в принципе два пика, да, есть у Сибиряка, поэтому вот можно какую-то связку взять, но видите, он ИО берет, ну. Кстати, для ИО может быть тогда нет смысла вот сейчас именно керри брать, потому что, потому что если вы не возьмете керри, то вполне возможно, что все остальные баны противник потратит на то, чтобы забанить там свына, хаосна, этой тени. И, соответственно, не будет банить других полезных героев, которые, ну, следовало бы забанить в принципе. Ну, и они этого делать не будут, потому что будут пытаться законтрить виспа с кем-то, а висп, в принципе-то, с любым может там заходить, самое главное, чтобы, ну, лучше всего, конечно, с хаоснайтом, поэтому можно, конечно, его и забрать сразу же, чтобы уже закрыть совсем вопросы уже о том, что уже будет. Можно вообще глобальную стратегию набрать, виск, хаоснайп, фурион там и что-то еще, аппарейшн, а, аппарейшн уже нет, ну, фурион как минимум есть. Вот, насчет глобальной стратегии, тогда можно виспа и фуриона сразу же брать, а потом уже кэри какого-то добирать. Вот это, мне кажется, идеальный вариант. Ну, не знаю, как Сибирячок, что он там считает, так ли он считает, таково ли его мнение, может быть, нет, может быть, что-то он по-другому думает, но это триант протектор. Ну, видите, саппорта второго забрал, ну, решает оставить все на потом, но на потом, как бы, ну, смотрите, триант протектора можно было забрать в любом случае, то есть. Ну, даже если не его забрать какого-то хорошего саппорта, может быть, если расчет именно на триант протектора, тогда да, но, ну, то есть вы видели, как долго думал, давите 50 секунд, осталось до того времени всего лишь у Сибирячка, поэтому он точно не хотел триант протектора. Он размышлял, он выбирал, какого героя взять, а это значит, что надо было брать другого, потому что триант протектор не тот герой, которого надо было сейчас забрать, потому что пойдут баны и, и что, и таймер просто забанит Фуриона, просто забанит, там, кого-то полезного. Вот, ну, посмотрим, может быть, таймер все-таки сосредоточится на банах Хаос Найта и компании, и вот тогда, тогда это будет ошибка. Ну, ну, не знаю, но не знаю. Пока вот таймер тоже, видите, думает, не хочет спешить с баном в айпе, ага, видите, вот решил не попадаться на этого виспа, то есть, хорошо у вас висп, но я все-таки буду банить тех героев, которых я не хочу видеть, а тех героев, которые вы хотите, чтобы я банил. Ну, вот Сибирячок, да. Ну, тогда, ну, все равно, все равно таймеру забанить Фуриона надо. Что бы там ни было, Фурион должен быть в бане. Ну, или же, если они все-таки хотят Фуриона для себя, тогда его для себя забирать. Не знаю, конечно же, хотят они Фуриона себе или нет, там есть какая-то идея с этим Фурионом или нет этой идеи, но вполне она могла бы быть. Так, ну что, по еще по одному бану буду команд сейчас. Ну, посмотрим... Вот так, тайда, вот так вот, тайда, тайда. Ну, смотрите, тайда забанили, да, потому что... Советовали и 6 тысячам, а я брать тайда. Или не советовали. Ну, думали, во всяком случае. Об этом точно думали, я точно об этом думал. Но все-таки надо было Фурионом, мне кажется. А, вдруг же заберут себе. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот того, из-за чего мы не учили этот фактор. Тут, понимаете, еще важны, конечно же, не только, что вы баните, а еще важно, в какой последовательности вы пикаете. Пикаете, потому что, если вдруг вы первые пикаете, то, соответственно, вы можете не банить того, что вы хотите взять. Ну, то есть, понятно, да? Это все должно быть понятно. Кентавра. Ну, понятно, смотрите, 6.М они пикают вот по плану. Точнее, банят по плану. То есть, того, кого хотели, того и банят. Вот это Фантом Ассасин. Но Фурион нужен по-любому, ребят. Фурион здесь нужен по-любому, потому что у Фантомки дизейбла нет. И чем Ио с Хаоснайдом хороши? Потому что Хаоснайд прилетает, у него, во-первых, стяжка. Если что, он стягивает к себе, еще и стан дает. То есть, 2 дизейбла, считаете? То есть, они прилетели. Если вы пытаетесь от него убежать, то убежать вы от Виспа с Хаоснайдом не можете. Вот, от Фантомки теоретически можно. Но, с другой стороны, там, в принципе, тизер замедляет. И Кенжальчик у Фантомки замедляет. То есть, ну, окей, ладно, посмотрим. Лода там с Виспом одно время баловался. Ох, Слардар, как хорошо, да? А вот это да. А вот это сильный пик. Сильный пик. В стиле Империи. В стиле Империи и, ну, дэмэджа будет немало. Дэмэджа будет много, я бы даже так сказал. Если думают над саппортом сейчас команда SLV, то я бы им посоветовал взять Вингу. Потому что минус армор от Слардара, минус армор от Винги и минус армора Дазла и плюс аура от Дума и от Винги. Ну, Дум там съест волка, да? Вот так вот будет дэмэдж, дэмэдж, дэмэдж. То есть физдамага будет просто нереально вносить команду Солова. Виктория. Ну, вот надо что будет с этим делать. Что-то с этим делать. Ну, понимаете, тут физдамаг физдамагом, а у Фантомки 50% уворот. Поэтому тут тоже такое, знаете. Ну, можно, конечно, МКБ теоретически собрать. Слардар может этим, в принципе, и заняться. Он может собрать сразу же себе там какой-то Авангвард, Блингдаггер и МКБ пытаться формить. Потому что больше, по сути, ему ничего и не надо. Сларк еще. Ух ты. Ну, тогда Сларк должен в МИД идти. А Фантомка с Виспом и Триан протектором идти в легкую формить. И тогда осталось забрать еще кого-то в сложную. Кого-то, кого-то, кого-то в сложную. Ну, если уж говорить про сложную, то тогда я ставлю на Бристалл Джакира. Хороший пик, смотрите. У Солова Виктория пик отличный. Я бы поставил нам все-таки на танка. Потому что, ну, реально, пока танков нет. Несмотря на то, что вот у Ио и у Триан протектора, как вы видите, основной атрибут это сила, да. Они все равно не танки. У них нет способностей пассивных, которые бы помогали им танковать. У Триан протектора есть, в принципе, Ливен Армор, но она помогает выживать, а не танковать. То есть, когда вы убегаете, там, вам на ход бросают этот Ливен Армор, там, и вы там и выйдете. Там, 2-3-4 тычки, там, и такое. Это да. Выдерживает атак 7. Ну, 7 атак неплохо, да. Но блокирует. Вот видите, 20-40-60-80 урона, поэтому там, может быть, все равно пробивать сквозь этот Ливен Армор. Особенно позже, особенно под Слардаром, под Ультимейтом Слардара. Короче, в общем, Ливен Армор все равно не позволяет танковать. И вот нужен какой-то танк, какой-то инициатор. Ну, Сларк теоретически может, но в любом случае кто-то, кто будет дэмэдж держать на себе. А, ну да, тут, тут, тут что, ну, не знаю, ну, Бристлбэк. Я вот почему-то Бристлбэк, думаю, что мог бы быть. Ага. Тогда, ну, окей. Все, команда просто решили по-другому. Решили, что танковать тебе не надо, что они будут просто пушить. И тогда Тинкер пойдет там в центр. И как-то там уже распределяться между собой, кто в сложную, кто в легкую. Вот Профетом отвечают на Тинкера. Окей, нормальный, в принципе, выбор. Выбор, я бы даже сказал, хороший. Ну, вот, вместе Тренд Продектера, если бы Фурион был, вот, мне кажется, было бы тут гораздо сильнее бы этот пик смотрелся. Но, окей. У Соло Виктория, смотрите, с пиком все просто великолепно. Хорошие герои, все плотные, все сильные, много дэмэджа. Фейс дамаг просто адский. Урон у Банши это физический урон. Ультимейта, я имею ввиду, ультимейта. Боже мой. Ну, вот этого. Beautiful Sisters. Сестер, которых призывает экзорцизма у Банши. Поэтому, ок. Ну, что, ребят, таймер надуманно сыграет в команде SLV. Сердце, Джакира. Сердце Джакира на Джакире. Маджестик. Ух ты, что это было? Маджестик. Даззл. Что такое? Как это понимать? Смотрите, нажимаю на Слордаре и камера... А, это просто она тебе так центрируется? Нет, сейчас по-другому центрируется. Heaven I've been seen. В общем, Heaven. Heaven на Слордаре. И остался у нас последний. Герой это Аннет. Аннет на Death Profit. Окей. Что же касается команды 6000 км, то тут себе речок на Ио вместе с Фантомкой Тьеста. А они на нижней линии находятся. И, соответственно, им присоединяется Трианг Протектор. Да, вот она. Замена Лунтик. Лунтик 71. На Трианг Протекторе. Соло пошел сложную. Лаус играть на Сларке. И Лонли на Тинкере в центре, естественно. Так вот, варды поставили, зашли все вместе. Хорошо. И уже будет стоять попроще. Но посмотрите, насколько сильна эта Трипла. Слардар, Джекира и Даззл. Просто нереально. И вот это вот... Ну, Фантомке, с другой стороны, понимаете, у нее есть вот этот вот Сирфлинг Даггер. Поэтому добивать она будет. 60 урона на первом левеле это больше, чем тычки там любого из этих героев. Смотрите, Джекира 52. Слардар 55. Даззл 50. Поэтому, ну, у Трианг Протектора единственное, что больше. Там урон 87. Это да. Это да. А так Тиеста, в принципе, если будут тайминги ловить хорошие, то будет добивать без проблем. Крипов не обязательно к крипам и подходить. Тут кулдаун 6 секунд, поэтому там по 2 крипа с пачки, в принципе, добивать можно. Так, сейчас посмотрим, первого заберет или нет. Но он будет рукой попытаться забивать его. Так, там уже тезериться с кем-то. Ио. Ага, с Трианг Протектором. Тут 351 мус-пида. Ну, будет хорошо. Хорошо. Так, надо кинуть даггер, кинуть даггер. Ай! Поздновато, позновато кинуло даггер. Тиеста поздно. Даггер тут сагрессировали на Трианг Протектора. Ядик набросили. А, видите, через ядик туда сагрессировали, как же хотят быть агрессивными. Ну, посмотрим, посмотрим. В принципе, Трианг Протектор и его там сейви должны они. Сейвить не должны. И будет, ну, не так, чтобы не совсем, типа, невозможно, но непросто забрать. Непросто забрать. Так, Висп там увидел этого дракона. И чуть-чуть в него попытался побить. Еще и Тавр. Слушайте, какой же Джакира агрессивный. Ну, вот не стоит таким быть агрессивным, потому что уже пол-хп нет на ровном месте. Тавр там две пички дал, еще и подписчики скинулись героев. Если что, сейчас тут второй левел наберет фантомка, просто прыгнет в лицо. Ой, хорошо. Хорошо давал Айспас, но там, ну, теоретически реально мог всех вот троих тут зажать в нем, но чуть-чуть бы пораньше. Ноль брони у одного, два у второго. Ну, так вот, разменивается сейчас по хп чуть-чуть, ребятушки. Ну, у Джакира, конечно, гораздо побольше хп и побольше брони с виском. Опять, ну, приморозил-то, и что дальше? Как-то пока сердце Джакира играет без какой-то, ну, без задумки. То есть, ну, заморозил, хорошо. Ладно, котел там, типа, задул и дэмэдж нанес. А тут заморозка, она дэмэдж, видите, носит какой? Какой? 50, понимаете, 50. Поэтому, ну, не сказать, что типа, опа, продамажил. Нет, просто задул, просто так, и весь. Ну, у виспа есть тизер, поэтому сибирячок особо там не боится. Да, видите, мы не наблюдаем за верхней линией, там, за центром, потому что как-то у нас весь экшн будет. Ой-ой-ой, вот сейчас, может, было бы хорошо, да, если бы попал. Но Джакира пока что катастрофически не везет на попадание айспаса. Надо, может быть, как-то, ну, чуть-чуть прицел-то подзанаправить, как-то поднавести, что-то, вот, какую-то поправку сделать, может быть. Но пока не получается. Даггер, даггер есть. Как же Ио-то хейтит? Джакира хейтит Ио. Ну, он понимает, что самый слабый, в общем-то, элемент в команде это Ио, но с другой стороны, там же есть тренд протектор. А, первый левел, там, да, он большой на ливенормор, не поспамишь. Еще и на себя бросает. Лунтик, так, какой? Единоличник-то. На второй левел, ну, вот, когда было пол хп у Джакира, можно было бы его, в принципе, и попробовать подзабрать. Окей, замедление, агрессия, прыгай, где прыгай, почему не прыгает фантомка? Неясно, как бы не захотела. Не захотела прыгать, а можно было, можно было бы попробовать. Шелу Грейв, на всякий случай, вдруг Ставра подзагуляют. Кстати, руна, и Тинкер, обратите внимание, он не фармит вот здесь вот стаки, не стакает. Это плохо. Три минуты уже три стака можно было сделать, ну, или попытаться, ну, я вижу, что не пытается. Я вижу, что не пытается, это плохо. 0.7 скорость регена у Ио, да, конечно, не самая большая. О, ну, видите, ну, по одному на этот раз попал, хорошо, ну, а дальше-то ничего нельзя. Ну, смотрите, дефит защищается, так защитно играет. Вот это троица, да, и как-то более агрессивно пытается это играть. Но пока агрессия такая умеренная, то есть по тавр там совсем не загоняют, просто Джекира по кулдауну там айспас вы заливает. Вот у него 90 маны, он стоит, но каким-то образом у Джекира маны достаточно для того, чтобы постоянно там, ну, с первичностью там раз в минуту, в две где-то эту, нет, даже раз в минуту, примерно, 4 минуты прошло игры, вот он точно уже 4 айспаса давал. Вот так вот, 4 айспаса точно было. И тут невидимость, я так понимаю, а нет, Аннет, невидимость уже новую руну приобрела себе, это руна иллюзии. Так, лунтик там нашел какую-то цель, чтобы полечить, может быть здесь кого-то нет, 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 это был онли, окей, окей. Ой, в крипа, ой, неудачно. И Сларк еще не добил его. Сларк, Слардар, Хэва не добил, так, приморозили. Ну, опять-таки, по одному, ну, уже хорошо, тогда вообще ни по кому не попадал, теперь вот хотя бы одному примораживать, так, один удар, ну, тут добить надо, не успевать и ест, а. Вот, видите, надо над этим работать, ребят. Вот сейчас было бы плюс 80 монет, понимаете, там 80, там 40, там 50, и вот уже, там, например, какой-нибудь там брасерок вы профукали, понимаете. Вот так вот, поэтому надо, надо, надо быть внимательным. Ну что, очередная пачка крипов, на этот раз зацепили тренд протектор, но потому что фронт, линия фронта проходит вот здесь, вот, понимаете, вот в этой части проходит линия фронта, поэтому, а, если даже цепляет Джакира кого-то своим айспасом, то цепляет он где-то вот в этой области, ну, а тут, естественно, тавер. Поэтому что? Поэтому все. Поэтому на этом вся агрессия заканчивается. Ну, свой вар тыкнули, чтобы знать там, где Джакира находится. Я думаю, тут уже скоро можно и башню лечить. Так, зацепили лунтика, окей, ну, сразу же чизер, сразу же на себя, ливен армор и попробуй его тут, попробуй его тут забей под тавером-то. Джакира надоело все это дело, он все равно там опыт только крадет 0-0, нет, одного крипа все-таки убил. Так, там, видели Джакира, естественно. А что у нас в центре? Аннет, Аннет с Меккой. Ну, будет через какое-то время, пока у меня только хедресочка есть. А Лонли, видите, фаст, фаст, собственно, сапог выходит. 1200 у него, как вообще по фарму, 35 на 11, у него 17 на 4, но это тоже провал. Это тоже провал, кстати, вот тут Джакира и Пингут, что Аннет идет. Аннет идет, и вот, конечно, с Аннет надо что-то делать. Но надо заходить вот сюда и попробовать там как-то что-то проесть, кстати, заранее. Надо проесть заранее вот здесь вот деревья, чтобы можно было уйти. Так, ну, Аннет с ДД, хорошо, ультимайт пошел и будет заходить вот так вот. Не боится, не боится, но сейчас ее тут могут принять. Окей, тизер. А, отец-то просто будет прыгать. Вот так вот, отец-то просто прыгнул туда и все ушли. Ну, окей, может быть, фортификацию, прошу, нет, все-таки просто отдают тавр. Просто тавр отдают. Слушайте, ну, интересно, было интересно, так как-то вышли в кустах, как-то никого не заметила, большая, и все разбежались, все ушли. Ну, ок, ок, но тавр забрали. Тавр забрали, и не сказать, что трипла как бы выиграна одной или второй командой, но судя по тому, что фармил Слардар лучше, все-таки 29 на 3 у него имеется, 19 на 1 у товарища Фантом Ассасин, то все-таки триплу, наверное, СЛВ выиграли. Все-таки выиграли. И в центре тоже выиграли, потому что, ну, как минимум, Лонли сейчас, наверное, погибнет. Так, бежит. Сейчас, ну, давай, Ассас точно надо давать. Хорошо, хорошо, хорошо. Что-то наступил там Ассас? Ай-яй-яй-яй. Вот это ошибочка от Лонли. Будет это, наверное, Ферст Батт, он бежит. Сколько у него? 400 хп? 30-50. Бежит замедленный. 300-290. Нет, спасся. Ферст Батт не будет. Ну что, дружочек, еще и на развороте там. В экзот-скелете. А вот что-то. Ё-й-й. Ферст Батт все-таки совершился. Это был Дум. Ах, ну, Дум. Ну, тут это размен, на самом деле. Это размен. Это размен Дума на Виспа. В принципе, неплохой. Неплохой размен. Так, Сларк. На Муви бегал. Так. Ох, ох. Ну, наконец-то, попадает Джекира. На конце попадает. Задул в Лауса. А Лаус что, типа, решил украсть у всех ловкость? Или как? Ну, прыгай, 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 дружок. Так, 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 так. Тут зацепили Аннет. И тут тренд протектор. Какой-то, сейчас еще один удар-то будет и заберет Аннет-то один отразмен, да? Хотела выйти Банша вразмен, но не было у нее совершенно маны. И кулдауны были. Тут рукой только бить по Тинкеру. Но у Тинкера было 100 хп почти. А Банша пока что наносит гораздо меньше, чем 100. Учитывая, что здесь еще и брони 5. Поэтому вот он рецепт на Бутсов Тревел. Но самого Батинка еще нет. Вот в чем проблема. И 85. Ну, плохо, плохо Лонли фармил. Вы видите, откровенно плохо. 28 на 5 у него. 40 на 11 у Банши. Если бы фармил лучше, был бы у него уже сапог. Ну, во-первых, лучше фармил. Во-вторых, стакать надо. Ребят, стакать надо обязательно. Если вам дают стакать, то стакайте. Почему нет? Спокойно зашел сюда вот так вот, встал и все. И застакал. Сюда машинки пустил. Они побежали, застакались. Один, второй, третий, нет. Не добил. Хорошо. Так, а у его третий левел. У его третий левел где-то 10 фантомка. Фантомка продолжает фармить. Ну, окей. Ее как бы оставили. Там все остальные ушли с этого лайна. Слардар тоже непонятно чем занимается. Слардар вот выходит в спину. А у него, кстати, Блинк Даггер. Ах, вот оно что. Ну, тогда да, тогда да. Ну, тут заметил его Лаусы. Неожиданный не удастся выход. Так, вот решили просто товара пока забирать, пока дают. Фартивену за это хотят подраться, я так понимаю. Ну, где Тинкер так прыгает слардар? И, типа, ну, вот, собственно, и все на этом. Закончилась вся агрессия. Команды 6.000 мэй, они сюда даже не подошли. То есть, из агрессивных мувов была фортификация. Вот, фортификация. Ну, и на этом, по-моему, все. Но фармит, понимаете, Тиеста фармит. Но тут проблема у Тиеста в том, что вот ему, как бы, хочется, хочется ему на дэмэдж каких-то артефактов получить. Но ему надо БКБ. Просто у всех есть какие-то препротивнейшие сплы. Просто ужасно непонятные, неприятные. Здесь вот появится сейчас после мекки Иулл. Да, тут есть Саленс, тут есть Сварм. Здесь есть Задувка, есть Макрофира, есть, в общем, Айс Пасс, есть вот, вот, Ликвид Файр. У Дазла тоже там есть, Пойзон Тач. Дум, естественно, с Думом. Там еще Стан, видите, тут тоже Стан. Ну, короче. В общем, все плохо. Кстати, сейчас третий тавер заберут. Давайте посмотрим на графики. Ну, графики, вот, кстати, по опыту, потому что в пятером бегает команда СЛВ, а, собственно, 6000 км они на фрифарм отправили, собственно, Тиесту. И вот он потихоньку-потихоньку сейчас вот будет сгрызать тавер. Ну, окей, тогда это на руку. Это, в принципе, на руку команде 6000 км, потому что есть возможность пофармить. Как в пятером все тут стоят. Так ты можешь Ливенар Муртон набросаешь? Эй, Лунтик-то. Дружочек, Лунтик. Окей, Лунтика пытаются цеплять. Ну, так разделила и спас. Разделила и спас тренд протектора и сибиряка. Да, но и все на этом. Ну, и все на этом. Джекира еле живой ушел. Ну, машинки, да, вот с машинками Тинкера будут просто бесконечно дефить. Пока что. Пока можно бесконечно, пока нет ультимейта. А, уже есть ультимейт. Ну, тогда просто можно даже под машинками пойти, забрать тавер. Здесь бэкдор протекции нет. Укрепить строение не могут, ребятушки. И вот просто соло заходит Аннет. Да. Триант протектор. Ливенар Муртон. Ты будешь лечить тавер-то или нет? Я что, не понимаю тебя? Для чего тебя вообще нанимали? Замена. Ну, похиляй-то вырок-то. Ну, разочек хотя бы. Тут вышли на подружку. На Тиеста вышли. Но Тиеста Персевера. Ну, окей. Олдскульная такая фантомка, которую я... Которых я не люблю. Но пусть будет так. Пусть будет так. Совсем, кстати, не понимаю, зачем надо Баттлфюр на фантомке. Может быть... Силы с это разрушили башню. Вот, кстати, Сларк немножко прогадал со своей вот этим... Класт-хитом не добил тавер. Но, кстати, у него, понимаете, клейморчик уже есть. То есть, очень-очень скоро и будет у него и невизибилити. Невизибилити. Ну, типа, критом. Там, типа, кританет на, там, тысячу. И сплэш, там, еще сплэш. Понимаете, когда Свен собирает Баттлфюри, то к этому есть основания. Потому что у него сплэш, там, почти стопроцентный. У него, там, от пассивки сплэш нереально. Еще и плюс 30 от Баттлфюри. А здесь, ну, типа, такое. Ну, хотя... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что это было? Просто крит с даггера и крит с прыжка. Вот так вот. Ух. Ух, Тиеста рассказывает. Так, там, тем временем, в центре. В центре, в центре, в центре. Наконец-то лечит тавр. Наконец-то лечит тавр. Вспомнил, что, черт возьми, я же могу лечить тавра. Да я да. Я могу, ребят, могу лечить. Вот я лечу, лечу, лечу товара Ура, я лечу товара Но опять если здесь не остается И такими темпами, кстати, на Battle Fury у него будет В ближайшее время Там минут 10 Не, ну подождите, минут 10 у него уже будет больше, чем Battle Fury Сейчас хорошо, видите, всех крипов добивает Там практически первый По фарму Тпшечка, вот он, пожалуйста, Broad Sword А остался еще один элемент И будет, то есть, по сути, осталось 1400 1400 1400, да, осталось И ок, ну хорошо Но с другой стороны, вот я считаю, посмотрите, просто Сколько стоит Battle Fury 4300, да, стоит Battle Fury Вот, пожалуйста 400 Дезолятор, ну и вот что лучше На самом деле, Battle Fury за 4300 Или Дезолятор за 400 Тут он даже дешевле, понимаете, а отдает Такой просто нереальный буст Вот этой вот подружки, фантонки Да, просто бы эти криты были бы Вот реально, там, настолько Насколько написано То есть, броня в этом, ну реально Сейчас бы вот, Джакира был бы там Ну вот, чтобы Джакира было бы минут 4 брони У Дазла было бы До минус 2 брони Так, приморозили лунтика Ну и здесь есть кому сейвить У Дума, естественно Было бы, ну 1 брони Ну, то есть, нормально 9 брони, на самом деле 2 было бы брони Окей, ну тоже неплохо У Слордара было бы 0 брони То есть То есть То есть Дезолятор По-моему, лучше Ну, это такое То есть, как бы Лучше может быть в одном Лучше в другом Ну, по-моему, лучше во всех Во всех отношениях Но, правда, дискуссию по этому поводу Можно разведить долго Так, 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 так Невидимость там бегает Банша Лунтик Вот видите, постоянно Лунтик свистком И зацепили, зацепили Здесь Смайла Смайла, в общем Сердце Сэйвят его Ну, как долго это будет продолжаться Ровно 5 секунд И теперь он погибает Просто машинки его запилили Ну, точно так же и Фантомка погибла Вот нежно прыгнул на столбу Дум на Лонли Лонли будет сразу Ну, тут Что ты же зацепил Так, ай-яй-яй-яй Лунтик Ну, как же так, Лунтик Просто Ну, что ж ты сделал-то Ай-яй-яй Еще минут 4 Короче, Лунтик Вот здесь вот убегал Сюда Тинкер Лунтик просто стал его на пути И заблокировал проход Заблокировал проход Для того, чтобы корни Не надо было проходить Подходить вплотную Корни-то У них рейндж 600 Там, кажется 600 Рейнджи Радиус Вы посмотрите Ну, зачем надо было Вот Ай-яй-яй-яй И Тавр потеряли Ну, и Фантомка Которая, типа, вышла Типа, первый раз Из лесу, скажем так Поняла, что Нет, рановато Еще выходить С полами Просто ее Смели Да Ну, ок 4 на 5 Вот давайте посмотрим Опять на графике Вот разница в заработанном золоте Вроде бы Как уже И на половине команды СЛВ 3000 Ну, и по опыту Кстати, вели Вот примерно Столько же Сколько по золоту Вели 6000 км Но Как-то все в ноль По опыту И так в ноль По итогам этого файта По золоту Все гораздо Гораздо хуже Для одной команды Для второй Конечно же Все гораздо лучше Прыжок Скорее таки 0.59 Было Ну, неплохо Неплохо Может быть Просто какой-то другой Орб там Планируют Потом собрать Себе Тиеста Ну О, ой, ой Ханет Зацепили 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 Ну, надо И убивать Сейчас Фантомка придет Фантомка придет Фантомка Даггер есть Прыжок Прыжок Один крит Нужен крит Нужен хороший крит Крит Нет, крита нет Но он забрали Забрали Слардар Отлично Топнул И уйдет же Отсюда Нет Вист его просто Размазывал Эми своими Виспенятами Маленькими Еще тут регенерацию Тебя в бутылочку Складывает Ой, вот это вот Хорошо будет Как же кому-то Повезет Просто реген проживет Там будет Бесконечная А, ну реген Там вроде бы сбивать Нет, хотя нет С виспа-то он Не будет сбиваться Ну, сразу же Сейчас использую А вот на Дума-то Полетели Ай, как хорошо Зацепили Дума И Дума Что не может сделать Никого Тут что? Прыгай, прыгай, прыгай Цепляй, цепляй Сейчас будет паунч Паунч, есть Есть паунч Еще можно Можно еще Можно еще Джакера забрать Ну и что, что не оцепил Да, тизер Тизер надо было Разорвать тизер Там бы Там бы Там бы Сларк разобрался У Сларка был Там, теоретически Ну, ультимата не было Ничего не было Ну, то есть Были были Можно было бы попробовать Там как-то посохнуть Ну, или нет Ладно Наверное, там бы все-таки Джакера не забрали бы Не забрали бы Тут что? Тут лонли Лонли Да, разворачивается Спиной Бегут Димашинки Нормально И батлфьюрина Ти есть Хорошо 794 крит Боже мой Боже мой Но Вот Тем самым Дезолятором Было бы гораздо Гораздо Оп Стан Не успел Тут просто сейчас Заберет тавр Ха-ха-ха Просто заберет тавр Хотя нет Ой-ой-ой Будет же сражаться Это и хочет сражаться Вот стану Потому что промазали Еще и броню дали Но Еще один есть Надо дать И есть До конца, конечно Хотел пойти Но как-то до конца Пойдешь Три героя Еще и Дазл Четвертый Приходил В общем Без вариантов Там было Тиес Чересчур В себя поверил Ну Рановато Еще ему себя верить У него только Блюр на один Прокачан Вот Было бы на 5 Тогда да И что Аннет Саленс Дала Иллюзии Прожала Ну Понимаете Лунтик Это не забрать Не забрать Сейчас он просто В инвиз уйдет А Даже не будет уходить В инвиз А не Все-таки ушел В инвиз И Профет Профет Ну Тут есть Лаус Который Ну Лаус Сейчас увидит Просто всю эту толпу Вот Все эти 5 человек Еще 2 иллюзии И того Просто целая куча героев Поэтому Не пойдет Поставили вардец Правильно 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 Мало ли что Так И тренпротектор Видит Все прекрасно Видно Да Но Но что Ну корни Можно корни И прыгать Где виз Виз Должен С лягушонком Стизериться И запрыгивать Корни Давай корни Оп Инвиз Стан Сейчас заберут Заберут Корни Дай же Корни Дай Дал Корни Хорошо И сразу же Заберет Джекира И тут Дальше Еще надо Дума Забрать Дума Совершая Угры Дума Окей Дум Фантомка Фантомка Просто погибает Под этим всем Массированным Дума Заберите Куда же вы бежите Куда бежать Дума Бить Ай А где Лягушонок А почему Он там А он Как-то непонятно С кем сражался Кисларка забрали Хорошо Прыгает Назад Уходит Его тоже Забрали Да что ж Такое Что ты будешь Делать Вот дерево Выходит Типа Сражаться Типа Разминать Анет Но Анет Анет Говорит Нет Так Тизерится Лонли Правильно Да Задуман Ну хоть Кого-то Забрать Ну что Ты Вист Как-то Застряли Боже Мой Это просто Какой-то Фейл Джекира Уже Вернулся Отсюда Выжил Ну точнее Не выжил А выкупился Ну не выкупился Просто Назад Короче Ожил Вот Ожил Воскрес Воскрес Вот так вот Ну и 9 на 9 В итоге Файт выигрывает Команда Слв Но это Неудивительно Как-то у них Все лучше Зашло Не понятно По кому Били Как били Как-то Все Как-то Все Думал Сразу же Зафокусили Но Шилу Греев Как-то Его спас И потом Отхиляли И в общем-то Дум Везде Ну и Вот она Фантом Ассайзен Которая сразу же Получает в табло Дум Блюр Не работает Криты Тоже не работают И собственно Бесполезная Бесполезная Под Думом Такие дела А вот Единственное Что не знаю Будет ли Работать Все ее Пассивки Если Ай-яй-яй Килинг сприт Тинкер Да Злубил Если Дум Если БКБ То есть БКБ Буду Если она Прожмет БКБ Сверху У нее Повесят Дум То есть Пассивки Будут ли Работать Тут загонят Джакира Надо забрать Его Конечно Ну тут Тычку Дай-то Одну Ну корни Не пожалей А вот так Вот Ну с семечком Да С семечком Тоже можно Было бы Да И забрали Ну 11 на 9 Так вот Неожиданно Два фрага Загуляли Саппорты Видимо тут То ли варди То ли что И говорят Что там варды Слушайте Четенько А это Джакира Рисует По своим Потому что Тут Конечно Шестичка Мы не могли Знать Точные позиции Вардов Что это Такое Было Интересно Это Как это И вот Еще Одно А это От варда Наверное Распался Вард На такую Коробочку Или что Что бы то Ни было Но он На это Распался Сапожок Появился Вот Реант Протектора Окей Это Хорошо Но Вот Надо Еще Этим Двум Товарищам По БКБ Но Опять Таки Дум Есть Ну Дум Конечно Масса Вариантов На Кого Дум Положить Но Все Таки Будет Он Его Положить На Фантом Ассасин Ну Тогда Лаус Должен Массированный Дэмэдж Просто Вносить Вот Как бы Он Должен Заходить В своем Шэдоу Дэнсе Сразу Чтобы Его Не Фокусили И Вгрызаться 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 Ой Цепляют 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 Лунтика Ну Лунтик Попытался Тут Как-то Разбанить Варды Но Но Такое Самое Главное Лонли Блиндагер Имеется Пок имеет Соул Ринг Имеет Все у него Хорошо Кушит Он Товара Чужие И Если что Даже На Свои Может Вернуться И Засейвить Их Что-то Показывает Там Тиеста Что Давайте Как-то Найдем Их Подеремся Ну Так Надо Драться Пока Дума Нет Дум Собственно Есть И Вот Они Пошли Сестры Вот Они Пошли Сестры Бегая Там В Shadow Blade Laus Так Кстати Если Просветка Есть Вот В чем Дело Ну Тут И Варды Есть Правда И Ультимайт Тоже Есть Поэтому Хочешь Не Хочешь А Все Рано Этот Товарищ Будет Бить Так Оп Шелу Фантом Кажется Что Опять Первая Топогибаешь Непонятно Бкб Надо Конечно Было Формить Первым Тут Еще Сибирячок Топогиб Тут Дум На Сларка Бросили Сларк Тоже Догорит Сларк Погибнет Минус Три Сделали Ну И Триант Протектора Один Остался Тавр Тоже Заберут Тинкер Выкупился Что А машины Там Не заметил Честно Говоря Как Тоже Я ее В файте Не увидел Баттл Фьюри Это все Бред Понимаете Бред 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 Против Такого Пика Ну Это Просто Детская Ошибка Ну И И Рошан И Рошан Давайте Графики Посмотрим Как изменились После этого Файта Вот Вроде Из Ямы Выбирается 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 Шестички А потом Тимфайт И Бррр Мордой Грязь Потом Опять Грязь По опыту Правда Ну То же самое Происходит По опыту Но Вы понимаете Что Ну Как бы Сларку Тоже Бакабанада Потому что Слишком Там Хорошие Серьезные АОЕ Сплы Он Даже Несмотря на то Что бегал В ультимейте Просто Напросто Его Все Макрофиры И так далее И так далее Станы Они Его Его сделали Сделали его Ну Вот так Вот Ребятушки Что Поделаешь Честно Говоря Я вот Просто Не верю Что Команда Сможет это в этой игре Выиграть Просто Пик у них Отчаянно Слаб Ну Вот Очень Слаб Им нужны БКБ И то БКБ Понимаете Дум Даст Дум Самое главное Оружие Вот это Глаз Кэнон Фантом И все У нее Ничего Не работает Понимаете Никакие Сплы Никакие Пассивки Не работают Что делать Непонятно Ну Как вариант Драться В промежутках Когда у Дума Нет Дума Собственно Но А как же Драться В промежутках Когда вы Просто Погибаете В этих промежутках Вы умираете И вы Просто Воскрешаетесь Пока вы Воскрешаетесь У Дума Там все Восполняется Ну Ну вот Может быть Какой-то Сплит Пуш Там Лонли Ну Куда же Назад Уходишь Крипов Надо было Что ж ты Увел А Просто Увел Ну Из-под Машинок Увел Как бы Непонятно Забрал бы Их уже Тут Давно Ох Тинкер Конечно Что ты Лонли Ну Как же Так Играешь Вот Машинки Тут Были В этой Области Вот Так Вот Стоял бы Здесь На машинках Так Вот Привезли Сюда Фантом Еще Еще И не Забрал Слушайте Ну Такие Просто Фейлы Совершает Ну Как Так Можно Было Прилетели Специально Чтобы Тавар Ты Добил И Тавар Ты Не Добил Ну Это Дэфить Ну Что Попробуют Конечно Но Опять Так Команду 5 Включила Слв И Правильно Сделала Потому Что Ничего Им Питеры Не Могут Сделать Тут Уже Варды Везде Понатыканы Спокойно Тавар Рок Забирают И Дум С Керасой Вот Пожалуйста Дум С Керасой Еще Пока Нет Но Это Будет Плюс 23 Плюс 20 Понимаете 3 Плюс 20 Это Просто Ай Тут Трианг Протектор Решил Знаете Значит Решил Трианг Протектор Ну Лунтик Непонятно Что Там Решил Зачем Он Это Сделал Просто Отдался Даже Плюс 22 Чудовищная Опять Ошибка Ну Я Честно Говоря Не знаю То есть Он Думал Что Его Там Не Видно Типа Он В Инвизе Да Но Уже Знаю Что Там Ставят Ворды Постоянно Что Постоянно Везде Ворды Ой Хорошо Хорошо Инициировал Хэвен Сразу Еще Слон Можно Еще Забрать Еще Один Удар Дум Забирает Лол Прыгает Фантомка Дум И убить Назад Все Нет Фантомки Нет Никого Нет Никого Сларк Лаус Есть Да Но Его Уже Нет Су Сларка Сларка Нет Никого Нет Минус 5 Смертой Ну Мы просто Ждем Когда Джи Джи Напишет Команда 6 Течки А они Явно Слабее На голову Слабее А не Своих Оппонентов Проиграли Пик Проиграли В принципе Игру Проиграли Все Ну Вот Тинкер Проиграл Он Шел Фаст Сапог Ничего Не покупая И Фаст Сапог У него Был Там Типа На Десятой Минуте Когда Он Должен Был Быть Гораздо Гораздо Раньше Не Стаковым Здесь В Трипле По сути Проиграли Потому что Не пришел Тинкер Дефить Тавра Дали И Больше Сларк Слардар Напармировал Чем Фантомка Ну И Закономерно Закономерно В общем То Все Происходит У нас Закономерно На карте Нет Никих Перевортов Нет Никих Неожиданностей Ну И Бэк Аб На Слардар Вот Этот Герой Которому Нужен Всего Лишь Один Артефакт Блин Даггер Все Понимаете Ему Даже Сапог Особо Не Потому что Есть У него Спринт Запрыгнул Стандал Ультимейт Развесил И Дальше Остальная Команда Справится Ну Я Так Что Утрирую Но По сути Так Оно И Есть В Этой Игре Так Оно Есть Слардар Даже Танковать Ему Не Надо Понимать Тут Дум Танкует Заходит 1600 ХП А Все Таки Плюс 22 Чего Было А Отмеки Было 2 Все Плюс 2 Было Отмеки Тогда 3 Плюс 23 Броне Что Сем Делать 23 Броне Тут Еще Что Прилетело К Нему А Блиндаггер Прилетел Короче Дум С Блиндаггером Тогда Надо Если Есть Блиндаггер На Думе То Надо От Этого Гейского Волка Отказываться Покупать Нормальный Артефакт Чтобы Блиндаггер Реализовать Вот Где Они Кентавры Со Станом Вот Кентавр Кушай Кентавра Запрыгивай Давай Стан Вот Это Да Это Есть Смысл Потому Что Потом Запрыгивай Дальше С Лордар Дает Еще Один Стан 2 Секунды Одного Стана Длительность Оглушения 2 Секунды 2 4 Секунды Можно Там Двоих Троих Ну Хотя Бо Одного Держать Вот Ну Там В Среднем Как То Типа Три Секунды Можно Если Там По Таймингу Все Сделать Поэтому Поэтому Критическая Атака Ну Типа Да Там Всем Дэмэдж Дает Типа Урон Такое Ребят Лучше Стан Хотя На самом Деле Вот Уже В этой Игре Все Равно Что В этой Игре Все Равно Просто С Ультимейтем Ну Айлаус Хорошо Цепляет Но Посмотрите Сейчас Как же Его Просто Отшкварят Здесь Нет Слушайте Все Живет Спасался Немножко Слордар Ну Дум Полтилой И вот Отшкварили Отшкварили Сейчас Тренд протестера Выкупается Джи Пишет Сибирячок Потому что Он Погиб Потому что Он погиб Все погибли И фантом Остается Нам БКБ Такая Включилась Смотрите Сейчас БКБ Что она Будет Окей Окей Но Сберите Сберкб 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 Чуть Чуть Могла Там Поковырять Дума Даже Несмотря На то Что Все У него Вот так Вот Хорошо Запаковано Поэтому Надо было Сразу БКБ Собирать Тогда Что-то Можно Было Сделать Да Слишком Легко Слишком Легко Проиграли И вот Так Но мы Поздравляем С победой Солола Виктория Одержали Победу Вот Так Вот Вот Так Вот